ну чтож пришло время россии реп разобраться с плотами так прям не выходя с паузы хотя можно покров быстренько посмотреть что там есть аватар мораль короче ничего не получилось пусть так и будет значит начнем разбираться с флотилиями инструктор судов так создание проектов так я вот не помню или новый проект самому можно создавать да в принципе начнем с корвета так авто улучшение и на авто улучшение конечно ставим так перехватчик корабль перехвата в чем разница так ячейки для оружия маленькие ячейки для системы так систем это одинаково так а что это обозначает давай выберем допустим вот это с это у нас ушки всякие а то меня интересует вот это что так значит устарелые скрывать фильтровать но это все правильно значит оборонительный комплекс защитник более широкий выбор доступных типов боеприпасов боеприпасов и значительно повышает скорость эффективного перехвата приближающихся целей несущих угрозу это было что ли оборонительный метатель сетей до павова наверно какое-то это мы будем перехватчика делать атакующего так и у меня есть шпаргалка значит начнем против роя броня плюс лазеры то есть щиты не будем ставить только броню и лазерное оружие так заодно будем смотреть какое оружие вообще доступно значит гамма лазер так урон ну уроя получается это будет антирой у нас уроя нету щитов я так понял поэтому урон по что уме по счетам меньше по броне больше по обшивке больше так плазменно это что у нас так подписывали бы это энергетическая а вот тип энергетическая да то есть энергетическая лазеры и плазма так точность дальность так что еще у нас гамма лазеры генерируют электромагнитное излучение с очень высокой частотой это самый разрушительный вид лазерного оружия плазменная пушка новейшая разработка в области плазменного оружия эта пушка военизированный вариант старого и в чем-то недоработанного плазмомета ее сгустки плазмы еще опаснее так фазовый дезинтегратор это что у нас тоже энергетическая у него от 1 до единицы урон тут как-то у плазмы вообще побольше точность поменьше кстати а 10 процентов а тут сотка точности но урон разброс большой и дальность маленькая так нам говорят лазеры использовать так кави древний кавитационный обрушитель это высокомощное оружие при попадании вызывает ужасные микро обрушения броня цели разогревается до огромных температур и разрушается изнутри так а что у нас дезинтегратор делает делает это по щитам это нам не надо пробивание щит пробивания брони хотя броню пробивает сто процентов так урон по щиту минус 50 пробивания и урон по броню плюс 50 но тут у нас идет артефакт ведь археотехнологии на нее у нас бонусов особо никаких нет я не думаю что прям круто будет ее ставить ракета хищник это у нас уже идет каждая из этих сверхсовременных ракет оснащена простейшим и пилотом что заметно повышает эффективность и цели наведения это у нас взрывчатая это нам не надо пробивание щитов то есть сквозь щиты пролетает а щитов у роя нет поэтому это не надо древняя система нано-ракетного огня стабилизированный благодаря древней технологии заряды частиц позволяют нам создавать целые раи из крохотных ракет с достаточно внушительной боевой частью они способны преодолеть почти любую систему кого потребление энергии 10 точность хорошая дальность сотка гаусс система это усовершенствованная версия устаревшего спиротрона превосходит по силе даже последней версии рельсотронов она выпускает снаряды с невероятной скоростью и точностью генетическая урон по щиту урон по броне минус 50 нет они того я авто пушка высоковершенная высокосовершенной авто пушки способны стрелять боеприпасами которые при попадании в цель распадаются на облако нанитов перегружающих щиты и мгновенно прогрызающих секции корпуса кинетическая урон по щиту урон по обшивке но урон по броне маленький древние макро батареи это невероятных размеров пушки стреляют относительно медленными но крайне разрушительными снарядами заряжать их можно чем угодно от металлолома до обломков астероидов тоже археотехнология какая-то генетическая урон по щиту приличный урон по броне маленький так лазер добывающего дрона 821 так а наш лазер чё гамма лазер у нас помощнее лазер урон по обшивке поменьше кстати так поглотитель энергии смоделированный на основе своеобразного процесса наблюдаемого у теянки поглотитель энергии возбуждают среду передачи энергии у вражеских кораблей выбранных целью энергетическая космическая фауна урон по щиту это нам не надо так но я так думаю надо ставить две плазменные наверно и один гамма лазер вот так так мощность у нас так содержание то что это будет стоимость содержание сплавы энергия нормально мощность надо чтобы в минус не уходила здоровье 200 все понятно так чем мы там ставим против роя броню значит энергии расходоваться много не будет здесь самый совершенную нулевой точки реактора все какие какой-то двигатель еще наверно должен быть прыжковый двигатель потребление энергии короче у нас все самое крутое должно стоять импульсные двигатели тут тоже у нас ионные химические плазменные импульсные тахионные сенсоры обнаружения дальность действия понятно все самое совершенное стоит при когнитивный интерфейс тут надо посмотреть чё у нас рой корабль сразу же вступает в бой с противником и попытается нанести как можно больше урона из орудий с наименьшей дальностью атаки так чего у нас маневренность скорострельность скорость так скорострельность но тут понятно что вот это вот самый самый крутой короче так а это что перехват скорострельность обнаружения корабль будет сокращать дистанцию до средней и стараться перехватить приближающиеся вражеские корабли так скорострельность 20 ну рой наверно должен быть так теперь здесь так ухты броня из драконьей чешуи это даже самая крутая или нет 6 важно чешуя эфирного дракона состоит из множество слоев уникальных минеральных наноструктур нестандартные методы производства позволяют нам довольно хорошо имитировать эти самовосстанавливающиеся структуры 370 брони обшивка с внедренными кристаллами сплав из элементов добываемых из сверх прочных кристаллических организмов окаймляет внутренние слои и обшивки повышая целостность корпуса ну тут совсем фигня какая-то здоровье 65 а тут вон сколько брони древняя импульсная броня ионизированные бронелисты можно снабдить реактивным зарядом чтобы с помощью магнитного отталкивания и проецирования поля уменьшить энергию от попаданий очки брони и прочность щитов это не то это щиты улучшает и восстановление щитов это с щитами что-то надо когда совмещаешь гипер щиты невероятно прочные энергетические щиты им нет равных по степени защиты потребление энергии стоимость так прочно щитов древнее замедляющее поле это замедляющее поле работающие на энергии древних артефактов покрывает большую часть большую площадь большую площадь чем обычные щиты и замедляет время в точке соприкосновения благодаря этому щиты эффективнее рассеивают энергию от вражеских атак усиление щитов 15 процентов прочность щитов 125 восстановление счетов это вкупе с щитами надо ставить так на вам наверно броню надо ставить так так здесь что мы ставим а это у нас что так регенерирующая обшивка эти бактерии содержит в себе данные о структуре корабля и попытаются восстановить обшивку при ее повреждении ежедневное восстановление обшивки ежедневное становление брони живая реактивная броня нити живого металла реагируют на обстрел и перестраиваются сопротивляясь ему закалка брони улучшенные форсажные камеры эти улучшенные форсажные камеры еще больше увеличивают боевую скорость корабля скорость маневренность продвинутые усилители реактора это у нас энергию наверно дает открытое анти открытие антиматерии позволяет создавать высокоразвитые усилители реактора которые значительно улучшают работу реакторов на кораблях энергии сотку дает вспомогательное управление огнем устанавливая вспомогательную систему управления огнем наши корабли могут позволить себе выполнять более сложные расчеты что повышает точность шанс попадания плюс 5 метка исполнителя метка нашего покровителя покрова усиливает наши псионические способности позволяет влиять на целые корабли субсветовая скорость 25 процентов учусь и превосходный генератор маскировочного поля обычно маскировочные системы мешают работе корабельной аппаратуры с превосходными полями бортмеханики наконец-то могут вздохнуть спокойно орбитальный распространитель мусора этот компонент переполняет оборонные сети планеты мусорными данными засыпая их миллионами высокоскоростных мелких снарядов корабли оснащенные этим компонентом наносят большой урон при орбитальной бомбардировки урон от от орбитальной бомбардировки 25 процентов нанитовая система ремонта высокоэффективная автор система авторемонта корпуса состоящая из миллиардов микроскопических на на машин было обнаружено среди дымящихся останков мусорщика и переделана под наши цели то ли мусорщик вытянул эту систему из каких-то древних обломков то ли она изначально входила в его конструкцию это нам неизвестно ежедневное восстановление обшивки 15 процентов и брони 20 процентов мощная штука накопитель счетов эти накопители конденсируют излишки энергии чтобы быстро перенаправить на усиление счетов корабля прочность счетов 10 процентов улучшенный усилитель счетов частицы zero переведенные высокоэнергетическое состояние добавляют флуктуацию к нашим счетам что позволяет им отражать выстрелы некоторых видов оружия которые в противном случае без труда прошли бы сквозь щиты усиление что 25 процентов так и что у нас там обшивка что-то мало вообще 5 и 10 процентов на нано-ремонт 15 и 20 процентов вот этот нано-ремонт надо ставить броня 1110 так коровед класса коровед короведку от класса анти анти рой сохраняем так а наши чувствуют наши ставят плазму дезинтегратор и хищника короче смешанная все три вида ставят просажные камеры ставят две брони и один щит ставят тут утрой тут все как бы самое лучшее все понятно так значит коровед сделали фрегат авто улучшение так модуль но на один у нас четыре системы маленькое оружие g это что такое давай выбираем фрегат видимо побольше чем коровед так из понятно это оружие а это что и нейтронные пусковые установки g это что у нас энергетическая это оружие наносит дополнительный урон в зависимости от 100 процентов размера корабля цели улучшены иргитить энергетические снаряды использующие нейтроны вместо протонов подобно предшественникам они свободно проходят сквозь энергетические щиты разрушительные торпеды улучшенные торпеды с очень мощным мощными боеголовками они обладают более эргономичной формой мощными двигателями и усиленными модуляторами щитов для прохождения сквозь силовые поля так пробивая не щита сто процентов урон по броне но щитов нету этих урон огромный кстати надо вот этот брать для а трое так сюда урон по броне плазменную пушку конечно ставить на помощнее будет так здесь соответственно все с броней торпедоносец так хочу у него есть артиллерия скорострельность дальность обнаружения а тут урон от взрывчатого а мы артиллерию ставим потому что взрывчатого мы не берем нас энергетическое здесь так но и здесь соответственно на не давая вот эта система о энергии немножко осталось отлично фрегат класса антирой так фрегат антирой и вот этот надо корове танки рой сохранить так фрегат антирой корове танки рой так подожди корове танки рой так это удалить так корове танки рой фрегат антирой так все нормально дальше эсминец что такое эсминец будем разбираться значит эсминец у нас побольше оружия одно среднее стоит 4 маленьких так две системы ставятся тут все как обычно и 6 вот этих вот щиты броня так значит что у нас там так новый проект эсминец так модуль какой модуль значит тяжелые носовые орудия два маленьких одно среднее ячейки для систем 6 так значит это по этапу ложный был это что носовая артиллерия это что-то большое так что у нас там в подсказке что-то об этом говорится эсминцы с авианосцами эсминцы с авианосцами так но будем наверное допустим вот этот брать чем так криво так эсминец эсминец одно большое орудие так а тут чё а это второй модуль так что мы тут можем выбрать среднее тяжелые кормовые орудия маленькие 2 или положенные ну давай среднее будет мега тяжелый короче а вот чё отдалился так эсминцы это значит издалека будут долбить так ну и конечно у нас новые какие-то орудия появляются для большой ячейки для буквы л читаем плазма конечно мощнее всего археотехнологии не берем так древняя но вот это вот интересно что энергетическая космическая фауна пробивание щит но это нам не надо тоже то есть мы берем плазму смело так что там медиум до поставилась до медиум так плазму берем дальность 60 в этой дальность побольше так соответственно тут конечно же броня так тут у него чё так у него есть перехват скорострельность скорострельность шанс попадания обнаружения это у него скорострельность и здесь дальность вот нам нужна дальность артиллерия это у нас так на нет его система ремонта ремонта также как и там с энергией все в порядке авто улучшение эсминец антирой сохранить так фрегат эсминец антирой эсминец антирой как дальше крейсер идет у нас так чё у нас там эсминцы с авианосцами авианосцы это кто крейсер или линкоры ладно так погнали значит новый проект крейсер крейсер тут аж три модуля так модуль носовая артиллерия носовые торпеды носовая батарея так тут одно большое четыре средних системы два средних четыре системы два маленьких одно g это что g я вот не понял что это ну ладно носовые торпеды так давай большое берем средняя ангарная палуба артиллерийская палуба так это пво торпедная палуба короче g это торпеды какие-то так и что будем брать речь это что речь это что а вот вот это будет получается если он h это значит типа авианосец или что или как понять авианосец вот значит дальность вступления кораблей в бой корабль будет держаться на расстоянии равном максимальной дальности его ангаров да вот это нам надо то есть h у нас идет с этими со штурмовиками или как их называют кормовые орудия так средние маленькие ну конечно берем средние так погнали большую выбираем лазму так что это пво я так понял так ну почитаем значит оборонительный комплекс защитник более широкий выбор доступных типов боеприпасов значительно повышает скорость эффективного перехвата приближающихся целей несущих угрозу древний оборонительный метатель сетей это древние батареи превосходное средство для отслеживания избивания ракет с помощью древних прогнозирующих алгоритмов они сплетают оборонительную противоракетную сеть защитная артиллерия алгоритмы прогнозирующего наведения и еще более мощные боеприпасы делают эти батареи невероятно смертоносными для вражеских штурмовиков есть там урои штурмовики или нет я вообще без понятия нанитовая зенитная батарея эти зенитные батареи развивают идеи своих предшественников и стреляют кассетами с нанитами способными поглотить любой штурмовик страшный сон любого пилота и стремителя так это что у нас дает оборонительный комплекс энергетическая энергетическая архиотехнология мы не будем кинетическая урон по счету нам не надо нам по броне надо значит вот это верхняя урон по броне энергетическая оборонительный комплекс так так штурмовик какой нам нужен так вступление 125 жгутик так продвинутый штурмовик дальнейшая эволюция штурмовика штурмовых космических аппаратов эти новейшие корабли мечта любого пилота они ведут себя в бою намного лучше чем предыдущие модели жгутик амебы выведенные в неволе амебы порождают жгутики которые можно заставить реагировать на мелкие колебания в уровне намагниченности корпуса благодаря чему из них могут получиться эффективные штурмовики древние дроны бурильщики эти высокоскоростные дроны снаряжены древними добывающими лазерами способны прорезать почти любой бронелист такой технологии место не только в шахтерском деле так эти значит по броне вон сотка эти по счету нам не нужны а эти тоже по счету и по броне 50 значит нам дрон бурильщик нужен сюда так кормовое орудие среднее давай чё плазму поставим теперь системы везде броня так чё у нас мощности есть все нормально и активная броня ну систему ремонта наверно эту чё у нас еще есть две сразу ставить или нет так так вспомогательное управление огнем шанс попадания брать не брать закалка брони может взять ну и закалку одну возьмем разнообразие крейсер анти рой авто улучшение сохранить так чё у нас получается корвет фрегат и смене с анти рой крейсер анти рой сна следующей на очереди линкор а кстати говоря насчет интерфейса у нас авианосец сохранить перезаписать вот это у нас авианосец дальше новый проект линкор линкор так ну что у нас линкор так пвошный x какой то есть тут главный калибр два больших два маленьких один средний один большой три больших системы везде так ну наверное будем брать главный калибр потом средняя палуба нет ни пво так четыре средних и один авианосец наверное получается а вот тут пво маленький и два авианосца наверно корабль корабль носитель будет так а здесь один большой большой конечно возьмем а системы две давай большой возьмем большое орудие x что такое x у нас x это что то большое наверное да очень большая ячейка все ясно значит значит смотрим тахионное копье усиленный вариант лучевого копья это оружие генерирует мощные пучки тахионной энергии так урон по броне сотка 780 1950 энергетическая артиллерийская очень большая ячейка направленный дуговой излучатель эти улучшенные излучатели оснащены более точными фокусирующими линзами что позволяет им наносить большой урон ну разброс урона от двух до 1600 точность сотка но разброс странный средний урон 83 а тут средний урон студии 116 пробивание щит и брони и все пробивает это круто конечно гига пушка еще более мощный вид кинетической артиллерии размещаемый в осевой установке это у нас что урон по щиту это нам не надо урон хороший древняя сатураторная артиллерия за один выстрел это орудие выбрасывает целый залп древних и очень маленьких ионизированных сфер они заряжаются при контакте с большинством силовых полей пронзая их насквозь от попыток использовать эти сферы в ювелирном деле пришлось отказаться когда в результате сбоя расплавилась целая лаборатория урод по щиту аж 150 это против бесформенных но нам надо вот это ахионное копье так маленькая значит двазму ставим так комплекс защитник так штурмовик чтобы дрона ставим так здесь большое конечно плазма так теперь по системам везде броня и также наверно живая реактивная и система ремонта нано ремонт так здесь у нас не артиллерия у нас авианосец авто улучшение содержание отлично линкор ан и рой восьминец крейсер линкор антирой дальше поехали смотреть титаны титан платформы еще интересно посмотрим сейчас титан три модуля нос титана все понятно я понял вопросов нету корпус титана все ясно и корма титана все предельно понятно вот так и надо всегда так значит это у нас что какое-то мега офигенное оружие ячейка компонента типа титан гибельный луч так прочитаем огромный комплекс взаимосвязанных каналов усиления энергии стреляющий лучом невиданной мощи древний разрушительный взгляд огромная огневая мощь на средней дистанции позволит нашим титанам проплывал проламывать вражеские ряды когда-то на мощи этих древних пушек выросла целая галактическая империя пять тысяч десять тысяч урон по броне плюс пятьдесят тут по броне аж плюс семьдесят пять но это археотехнология тут дальность больше обычная наверно ставит гибельные лучи все так корпус титана что мы хотим так ну наверно будешь крутится нормально нет так как проставлять вот у нас шесть ячеек 4 здесь 2 здесь так ну давай гамма лазер и этот плазма вот так дальше конечно весь в броне будет так по системам так реактивная одна нитовая система ремонта чего еще интересного есть щиты не надо распространитель мусора вот так бомбардировка субситовая скорость управления огнем так стоимость она будет складываться интересно давай вторую поставим так тут все понятно артиллерия да что у нее есть еще авианосец но он не авианосец у нас артиллерия так а тут что демпфер щита наступательная аура прочность щитов что у него еще есть заполнив выбранную область слабыми электромагнитными импульсами со случайно меняющиеся модуляции мы сможем частично ослабить вражеские щиты и орудия но это не надо потому что у роя нет щитов так квантовый дестабилизатор эффектно враждебные корабли скоростерельность корабельных орудий минус 10 процентов корабли этого класса могут быть оборудованы полевыми излучателями которые проецируют и поддерживают локализованные поля оказывающие разнообразное воздействие как на вражеские так и на союзные корабли подпространственная ловушка эффект на враждебные корабли замедление поля экстренного сверхсветового маневра плюс 100 процентов после экстренного маневра шанс выхода из боя минус 20 процентов корабли этого класса могут быть оборудованы полевыми излучателями которые проецируют и поддерживают локализованные поля оказывающие разнообразное воздействие понятно это тоже самое все написано так вдохновляющее присутствие эффект на собственную флотилию скоротеренности плюс 5 процентов надо нам это или нет не знаю сеть наведения обнаружения плюс 10 не знаю так обшивка брони облако на на ботов вот это интересно так шанс уклонения древний постановщик помех но облако на на ботов будем ставить о так титан класса антирой о замутили так эсминец линкор титан кор титан антирой дальше дальше после титана у нас идет платформа модули значит значит так так ракетная значит легкая секция оборонительная это чопа вывода так система везде средние 3 и дополнительные дополнительные системы м это что броня щиты м это что броня щит и м это что броня щит и у нас энергетическая дальность приличная я думаю маленький ставить модуль ну и то же самое наверное надо маленький и средний поставить давай маленькие и средние конечно же значит у нас будет два лазера две плазмы так вот так вот так по системам броня конечно так выработка энергии сенсоры интерфейс чё платформа только да так здесь теперь мощности есть наверно систему ремонта ставить там там вот так платформа антирой сохраняем платформа антирой так дальше у нас ионная пушка идет один модуль гибельный луч конечно же броня там ионная пушка ионная антирой сохранить сохранить дальше у нас еще джаггернаут и колосс остался интересно так колосс не будем смотреть пока давай джаггернаут это у нас боевой корабль модуль джаггернаут нифига какой тут модуль так ну начнем с оружия тахионное копье конечно две штуки так это что дроны по броне нормальный урон так здесь ну конечно же плазму наставим ну и все тупо в броню наверно так система аж на четыре штуки ну два на два и вот так и две так так что у него тут реактор 11000 выработка ничего себе авианосец но он по сути авианосец да да пускай авианосец будет 6 этих штурмовиков возит прыжковый двигатель импульсные двигатели все тут нормально так вот это что командование штурмовиками так посмотрим что еще есть у него эффект на союзнические корабли и дальность действия корабельных орудий 40 вот это прям ничего себе так под пространственный усилитель подготовка гиперпрышку минус 40 перезарядка прыжкового минус 40 перезарядка прыжкового минус 40 эффектно вражеский урон системы пво скорострельной системы пво это нам не надо наверно фабрика боеприпасов это тоже не надо ну пусть пусть так и будет это дальность действий вот эта крутая штука но и дальность действия возьмем так авто улучшение джиггернаут антирой сохранить так что у нас получается джиггернаут антирой где обычно джиггернаут колосс так давай колосс посмотрим колосс но это по сути что звезда смерти такая что у него есть крушитель миров есть чон крушитель миров направленная подача тепловой энергии перегревает атмосферу и возбуждает ядро планеты вызывая катастрофически тектонические изменения в конце создается сравнительно короткая ударная волна раскалывающая планету глобальный усмиритель вокруг планеты создается экранирующее поле которое образует постоянные непроницаемый если не считать лучей света с определенной длиной волны барьер а что он делает убийцы планет божественная длани псионический излучатель озаряет мир светом божественной истины превращая в истина верующих тех кто способен уверовать и уничтожая тех кто на это не способен деградационный луч огромное орудие способно окутать целую планету энергией стирающий разум и возвращающий почти всю разумную жизнь в предразумное состояние по оценкам инженеров после некоторой доработки этими же частицами можно будет стирать банки памяти и отключать роботов дурачков делать да пускай божественная длайн стоит у нас только нам мы его наверно сохранять не будем у нас он такой и есть так но тут что броня если это если антирой делать его там не разбомбили брони наставить урона 0 военный компьютер колосса регенерировать тактику прикольно колосс антирой просто с броней допустим так ну вот мы с роем разобрались теперь не званые короче энергетические вот эти ребята против них надо щиты и взрывчатая взрывчатая то есть артиллерия что дальнопольная автопушки рельсовые пушки ракеты и разрушители как назвать то корабли класса анти незваные что ли мы поехали корвета значит модуль перехватчик так что там взрывчатка артиллерия автопушки рельсовые ракеты и разрушители а где это все у нас так лазер не подходит и дезинтегратор это энергетическая тоже хотя у него пробивание щита щитов дезинтегратор наверное не надо здесь потому что брони у них вроде нету в них только щиты есть поэтому обрушитель не подходит надо вот ракеты взрывчатая ракета хищник допустим раз ставили дальше что у нас есть пробивание щит броня обшивка это что-то маленькое что-то архи технология не очень гаусс урон по щиту урон по броне минус 50 так а что там насчет кинетического автопушки рельсовые пушки ракеты и разрушители а вот автопушка гаусс автопушка урон по щиту урон по обшивке вот допустим так урон по щиту так ну давай не знаю полностью ракеты поставить и все ракетное будет потом у него у самого должны быть щиты так гипер щиты прочность щитов очки брони нам не надо здоровья вот гипер щиты ставим так надо энергию наверное усилитель реактора вот вариантов других нету так интерфейс рой остальное все понятно анти анти гости будем называть анти гости авто улучшение сохранить сохранить так теперь смотрим где он сохранился антирой антигость все правильно дальше фрегат модуль какой он там торпедный катер так маленькая хищник ракета здесь во разрушительные торпеды наверное про это имелось ввиду вот пробивание щитов так здесь гипер щиты вариантов нету так ну и конечно же усилитель реактора энергии не хватает значит что надо взять другое точность так чё у нас там 45 энергии потребляет ну чё-то взять другое тоже 45 25 прочность щитов наверное вот это надо взять древняя импульсная броня это артефакты кстати стоит может вот это просто взять обшивка а то стоимость этими артефактами просто здоровье возьмем тогда вот так во так получше будет регат класса антигости сохранить монтирую антигости так эсминец так артиллерия что они там говорят артиллерию надо делать то есть дальнобойное что-то автопушки рельсовые пушки ракеты и разрушитель так локатор какой-то артиллерия пво пво наверное это против контингенции на пво надо если не ошибаюсь там мелочь какая-то летает вот артиллерия нам надо так локатор кормовой тяжелые кормовые орудия тяжелые берем так гаусс система кинетическая артиллерия урон по счету сотка вот кинетическая артиллерия набрать так в среднюю у нас идет вихревые ракеты какие-то так гамма-лазер вихревые ракеты это что-то новое новые разработки в области миниатюризации позволили нам оснастить ракетный рой более мощными боеголовками и улучшить их летные качества так здесь щиты усилителя реактора нормально жить можно как говорится так линия перехват артиллерию ставим артиллерию к авто улучшения эсминец анти гости так после эсминца у нас еще идет крейсер так артиллерия артиллерийская палуба давай артиллерийскую палубу и тяжелые подожди тяжелые кормовые орудия почему с а тут кормовые орудия три системы зато ну и вот эту поставим так тяжелая у нас идет кинетическая артиллерия сюда у нас идет вихревые ракеты маленькие у нас идет ракета хищник так сюда у нас все счетами идет так усилитель реактора 1 2 3 и все равно не хватает немножко так ну тогда один щит на что мы заменим здоровье улучшим о о что называют давай вот эту среднюю поставим вот сюда так линия авианосец артиллерия крейсер анти гости авто улучшение сохраняем дальше линкор так носовая артиллерия калибр ну калибр наверно нам надо брать ячейки систем так артиллерийская палуба артиллерийская палуба и кормовая артиллерия вот это м возьмем с тремя системами так здесь урон по щитам маленькие здесь пробивание щитов нормальная так а нам что надо без артефакта вот эта вот штука урон по щитам гига пушка так артиллерийская палуба большие системы кинетические артиллерии везде средние вихревые ракеты так все гипер щиты и усилители реактора так что можно одну штуку заменить ну ка а на что заменить что что энергию не потребляет это все потребляет пробивание щита брони так это мы чё выиграем 40 где-то а на среднем мы выиграем ничего не выиграем короче щит надо убрать в серединке наверно обшивка с кристаллами во так артиллерия отчет нас линкор автоулучшение линкор антигости антигости сохраняем новый проект титан нос титана корпус титана корма титана урон по щитам слабенький у него конечно ну да что поделать так корпус генетическая артиллерия везде артиллерия короче так щиты везде так и усилители реактора минус один давай еще один вот к нему нормально так что у него фишка какая прочность скорострельность скорострельность обнаружения восстановление обшивки брони прочность щитов минус 20 вот это наверное надо оставить потому что у них щиты у этих как они называются то незваных антигости титан сохранить дальше чё платформу попробуем замутить легкая средняя ракетная нужно ракетная еще ракетная так здесь вот эти разрушительные торпеды здесь щиты так усилители реактора так платформа вот все понятно платформа антигости антигости антироин так давай ионную пушку гибельные лучи щиты так чё усилители до нужны что-то большое потребление то как с с с с с с с с с чем где она у нас вот и вода анти гости он антирой так колосс давай тыкнем колосс а чё с ними делать крушитель миров поставить щиты энергии там дофига колосс анти гости так колосс антирой колосс анти гости джиггернаут смотрим урон по броне нам не надо а чё гига пушка у нас идет до энергетическая тут разброс большой мне не нравится это вот получше урон по счету и 50 древнюю брать неохота хотя для джиггернаут это можно наверно джиггернаута возьмем древний будет так тут что он носит что-то это у нас для роя было тут у нас жгуте камебы урон броне чё 2030 здесь 617 но чем отличается здоровье 12 здоровье 20 дальность 10 тоже дальность 10 давай жгутики поставим так это что так средняя у нас идет вихревые ракеты здесь везде щиты идут энергии хоть завались по системам посмотрим значит усилитель не надо шанс попадания ну неплохо бы постановление обшивки брони нам накопитель счетов наверно надо прочность 10 чё ну по 2 воткнуть того и того вот так вот так все нормально и чуде вот там интерфейс авианосец давай мы артиллерию поставим или все-таки пускай авианосец будет в артиллерию короче фиг с ним командование штурмовиками че у него там есть дальность действия это у нас для артиллерии че еще есть перезарядка скорая стрельность пво орбитальная бомбардировка понятно джиггернаут антигости сохраняем колосс джиггернаут где джиггернаут антирой у нас колосс антирой так что он тут удаляет что ли ничего не понял там джиггернаут просто его заменяет что ли так джиггернаут ладно короче джиггернаут париться не буду пока он у нас есть и но а а а а а а а и